как мамулька кушает доброй ночи друзья поросяткам буквально через трое суток будет месяц и вот они ну не так что прям супер у них аппетит но вот видите как бы и залазят это они уже и залазили вылазили но как бы и вот видите поросенка кушает этот ролик хочу посвятить небольшому объяснению но как бы не вздумайте что я там оправдываясь или еще что-то я не знаю почему мне вы вообще часто такое слово пишите когда я стараюсь как бы ответить на какой-то комментарий объяснить ситуацию вы мне пишите не оправдывайся вообще никогда не оправдывайся ну вот так мне написали что зачем так много свиноматок если я очень 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 тяжело продавал поросят не знаю почему кто-то решил что это было очень тяжело но это просто растянулась по времени но ничего прям тяжелого сложного не было как бы ситуация когда у меня не хватает загонов не заканчивается никогда и поросята этому как бы не исключение до сейчас меня нет поросят но у меня все равно все загоны полные так что как бы я считаю что это совсем не проблема и ничего то к чему можно применить слово очень вот тут нету я вы знаете я вам говорил что у меня было 48 поросят вылупилась до за январь месяца и 7 у меня осталось а 41 поросенка я продал я продавал по по 1200 поросят некоторых поросят я продал по 1300 как бы ну считать вы все умеете я тоже умею считать это сумма которую я продал ну заработал продал поросят мне хватит на корма на не только на свиней а вообще на всех животных которые у меня есть на год то есть вы понимаете о чем я я сейчас не хочу сказать ну смысл не в том что я вот продал поросят за по такой цене а в том что я купил содержание ну как бы кормление всех животных на год и как бы получается что все остальные поросята в этом году а я вам говорю что как бы на год то корм и гусям хватит и уткам и курам не только свиньям потому что ну как бы в месяц в году в году 56 недель или сколько если я не ошибаюсь вроде вроде 56 если не если ошибаюсь поправьте мне пожалуйста я сейчас покупаю корма то есть ну как бы я давно покупаю корма и не считая комби корма для маленькой птицы потому что это совсем другие траты а именно вот ячмень и кукурузу я покупаю на тысячу на 1200 раз в 10 дней то есть я вот звоню человеку и смотрю предыдущий звонок сегодня 24 сегодня съездил по ячмень я беру 100 килограмм и как бы получается что прошлый раз я ездил 14 до этого я ездил как бы то ли 4 то ли 3 но вот так среднем на 10 дней мне хватает вот этих 300 килограмм корма но к чему я веду то есть три с половиной тысячи на месяц до 35 тысяч на 10 месяцев и этим зерном я каждую кур усей уток на том дворе свиней как бы всех кормлю ну понимаете то есть вот эта стоимость корма мне поросята купили вот эту всю стоимость комбикорм ну то есть корма на весь год перепелки окупают мне корма которые стартовые покупаю так что хозяйство прибыльные к чему я веду хозяйство само себя кормит мы кушаем яйцо мы кушаем мясо до забиваем свиней как бы и но ну оно должно еще и приносить прибыль да и все остальные поросята которые родятся в этом году это вся моя чистая прибыль поэтому я их могу продавать почем душе угодно понимаете вот так я не буду продавать по 1200 сейчас потому что январский февральский поросенок это самый дорогой поросенок это не не только в этом году это не только сейчас это всегда так было и всегда так есть потому что вот чем дальше к зиме тем поросята дешевле то есть у меня будет вот сейчас 7 опоросов а потом еще если все нормально все семь свиноматок погуляют опять то будет еще 7 опороса в этом году ну понимаете то есть у меня планируется еще 14 опоросов вот так даже если будет вот так как и прошлый опорос в среднем 8 поросят на свиноматку ну как бы вот и считайте 14 поросов это более 100 поросят так что так что я могу как бы продавать их по любой цене ну как бы конечно не даром дарить но я вот вам сейчас сразу скажу это не тайна я вот этих поросят буду продавать по 800 гривен чуть ну не чуть ли она 33 процента дешевле чем сейчас продавал а следующий выводок уже посмотрим как она будет но нет не эти выводки а следующий выводок всех свиноматок то есть эти все поросята вот сейчас которые будут да вот у них будет вот такая вот новая цена новая цена 800 гривен ну как бы так что кому кажется что мне сложно было продать поросят это не так я продал поросят в марте или еще в апреле продавал наверное еще в апреле да да в апреле продавал потому что некоторые были ну как бы те которые поменьше они потом подросли да и в апреле продавал то есть получается что я в течение двух месяцев продал ну как бы более 40 поросят кому кажется что это медленно мне не кажется я считаю что достаточно хорошо вот так не с той стороны ты лежишь обормотек но нет нет на другую сторону давай сюда вот сюда вот тут валенок заблудился вы мне сейчас пишите кто пишет в комментариях андрюша почему ты не попросил юру чтобы он подержал кабана покастрировать вылетела с головы вот честно то одно то как бы насос делали потом он делал мне этот триммер и вылетела с головы за кабана когда к нему кабану подхожу мне надо его покострять оно все вот эта работа которую я тут сейчас делаю на хозяйстве она вся не такая уж прямо критичная поэтому как только ты чем-то занимаешься ну как бы другим то она не вспоминается вот так прям сразу так что вот так обязательно мы его покастрируем вот он да вот из-за того что то одно то другое то что ты заблудился что ли вот заблудился поросенок это с переднего соска ну ты что с ума сошел для она пустила молоко а он так и не пошел на свою титьку вот валяна для а маленький молодец время не теряет и попил молочко и с одной и со второй титьки ну вот так почему я веду кабана не пока стрелал еще и вот одни пишут что ну одни зрители пишут что почему не пока стрел почему не попросил юру типа ты уже давно собираешься собираюсь давно тихо не драться а другие зрители написали типа не кастрируй зайца так как пепа уже ну как бы нормально погуляла нормально выкормила покрой пепу зайцем будут чистые вьетнамцы теперь такой думаю пепе у папы если все нормально поросят отлучу через неделю и через десять дней она загуляет может правда зайцем попробовать ее покрыть пусть еще десять дней позитив заяца пепа невысокая пепа не такая как манка как овсянка высокая поэтому думаю что заяц ее может нормально покрыть как бы ну так то что не происходит значит так и должно быть вот так да пепитка давай еще тебе налью водички давай и малышня сразу корыто видите какие молодцы и кушают там что-то и пьют ничего не видно вот эти черные поросят ушки так что вот такие дела и знаете как быстро время летит но я думаю вы знаете как время летит вы тут со мной находитесь каждый день и это конечно кто-то и удивиться что типа как быстро но на самом деле у свиноматок вот хавронья и булочка они гуляли 23 одна гуляла 22 но 23 был повтор а вторая гуляла только 23 и как бы я их обеих считают двадцать третьим числом это хавронья и булочка но и как бы вчера было 23 мая а это значит что уже три полных месяца а три полных месяца кто знает сколько ходят супоростные свиноматки это три месяца три недели и три дня то есть осталось три недели и два дня супоростности три недели это вот так раз три месяца прошло и все осталось три недели ну капец как быстро не успели не успели новый год встретить да как ну как бы вместе с опоросами как уже осталось три недели будут следующие опоросы она уляжется прям так хочу чтобы она легла уже поросятки точно будешь ну вот как ну чё ты сразу идешь куда-то можешь просто стоять вот так и ложиться ну не иди просто здесь ложись ложись вот вы меня уже прям ну 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 ты же не ляжешь вот гляньте идет морду в корыто сейчас гляньте что делает ну и как ты так ляжешь вот как ну и зачем ты крутишься вот зачем ты крутишься скажи мне пожалуйста можешь туда вот там ровненько вот так такая облиняла прям хорошая лысая свинья стала давай вот так ложись давай так шейку почешу а ты ложись за за три месяца супоростности я их не могу уложить ни одну чтобы почесать пузо вот не знаю молодые свинки безмозглые безмозглые и ну вот не получается вот молодые девки давай но не иди ну куда ты идешь ну ты же не ляжешь когда морда будет над коры там просто ложись гляньте какой война вы видите как война уже отбивает давай давай ложись но не иди до кормушки ну ты же не ляжешь там ну вот зачем тебе сюда морду ну давай туда разворачивайся давай давай вот так почешу бачок давай давай этот ложь ложись надо крутиться вертеться да ну и как ты ляжешь дуринда давай давай ложись ну ну мы увидим когда-нибудь поросят в пузе нет можно посмотреть на поросядчик нет ну ляжь ну ляжь ну ляжь давай ну ляжь ну разве разворачивайся разворачивайся ну не хочешь не подвинешь пошли булочку будем укладывать попросим да давай давай ложись 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 ну ляжь ну чокнутые ж вы такие ну шо вот не так ну вот что не так для вот так сало тебе почешем да давай давай ложись 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 эту сейчас дотронусь это сейчас завалится сразу а шоу нее 30 минут как погуляла да у нее три недели прошло свинка не загуляла ну ляжь ну ляжь ну ляжь ну будешь ложиться нет давай ну ляжь ну хоть разочек давай хоть разочек давай 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 только ложись ну ну ляжь тебе же тяжело пузо такое толстая держать там же поросятки большие давай 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 ложись давай свинотка давай молоденькие 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 красивенькие глазки не позаплывали чистые не то что ваши мамки свиноты старенькие да ну ляжь не упрошу вы видите что происходит давай 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 вот ты хочешь завалиться на другую сторону и еще знаете вода как бы этот раз она какая-то не такая пузатая может потому что подросла ну и как бы размер пузо просто по отношению к ее ну к размеру тела не такое кажется большое но прошлый раз она прям была пузотища ну ты не ляжешь сегодня вообще нет это какой-то капец если меня не было в загоне уже завалилась так я же тебе пузик почешу нет ну давай развернись разворачивайся ну развернись развернись о давай этот бачок почешу можно эту сторону завалишься а ну давай еще что ли наступила на титьку и на вторую это было раньше да тут вот тоже ссадина это почти зажила давай давай ложись давай ты разучилась ложиться что ли разучилась это капец какой-то ну и как я тебя буду уговаривать месяц или ты учил три недели походишь и 100 не их будешь рожать так и не ложится ну чего начата крутишься вокруг меня ну капец ну вот что за чума такая вот что ты такая за чума можешь мне сказать как с тобой работать как с тобой работать а я ж не знаю какая-то как у нее это все проходит ложись ложись я же пришел а у нее уже все было сделано да еще ну ее хавронья вали отсюда никаких с тобой нервов не хватит давайте булочку почешем булочкой такой самый срок булочка ты будешь ложиться а у этой красотки уже два месяца два месяца уже у этой девки до больше половинки уже есть тоже выленяло все гладенькая красивенькая эти все повываливалась старая ненужная вот эта красота не обленяла да ну зачем так близко подходить как я тебе пузо почешу давай ложись давай ты ложись давай или ты такая же сестричка ее безмозглая да как и на как и это хавронья ножку такая хоп отставила справилась ложись ложись будешь ложиться булочка или не будешь давай развернись ты разворачивайся ну почему вас не развернешь давай будешь ложиться нет не уложишь никого как поросят прощупать как ну ты ж только что лежала а сейчас что не лечь давай давай падай на бочок отвали принцесса отвали эти они уже сравнялись вы видите одинаковые а кто-то там говорил что принцесска не вырастет да выросла булка выросла а принцесске у нее ровно месяц разница с этими толстушками ну что тоже не ляжешь нет ложись ложись ну блин я старался я старался мне очень нравится посмотреть как шевелится поросятов свиноматки это меня успокаивает потому что ну как никак это свидетельствует о том что все идет нормально то есть но как бы супростность идет нормально поросятки живые шевелятся как бы все хорошо потому что ну как бы от того что я уже сколько лет держу свиней ну как бы это не все года что я держу свиней которые вы могли видеть в роликах то есть на протяжении уже можно сказать пяти лет я же до этого сколько лет держал и тоже были разные ситуации да и во время ведения канала как бы были разные вспомните скумбрии селедку до семгу и я забыл как белую звали как звали четвертую свинку которая тоже было в то время бог забыл у которой короче один поросенчик родился поэтому очень важно вот как бы знать как вас крутят а еще знаете чё может могут они не ложиться потому что по две в загоне вот получается что в течение недели ну может двух так хотя бы за 10 дней до опороса нужно нужно отделить разделить вот этих двоих и вот этих двоих а чтобы их разделить что мне нужно нужно освободить вот этот загон и какой-то из этих по другому никак только так так что нужно куда-то ну я думаю через две недели за две недели успеем успеем разделить так что как то как то так до бормочки мух много знаете мне так нравится когда в комментариях пишут пишет но как бы такое как будто я этого не вижу пишут андрей столько мух повесили путь ну как бы я вижу что столько мух обязательно повешу липучки здесь висела несколько штук я их снял вчера а сейчас они же у меня не лежат вот так в этом их нужно купить вот одну последнюю нашел повесил нужно купить друзья нужно заехать в магазин и купить обязательно куплю повешу или вы думаете что я не вижу что муки я заеду куплю большой объем понавешу как бы раз их не будет ну пока не висит значит не висит значит не купил еще липучки так что как-то как-то так яйцо перепелиные заказали спасибо упаковал завтра отправим это тоже заказали завтра передам потому что это там недалеко и я не буду отправлять посылкой бы я буду туда ехать и передам посылочку но вот такие дела так что порасят продадим опоросы примем этих куда-то рассадим все успеем все будет так что все будет хорошо весы стоят сейчас взвешу перепелят и на этом и на этом все я бы и эту сейчас прощупал но там еще больше месяца она огромная и поросятки у нее будут ну как бы еще не сильно большие вот смотрите я ее укладывал укладывал туда что неделю чтобы пузо по посмотреть шевеление она не укладывалась а теперь сама уселась до толстушечка такие смешные такие смешные девчатки смешные девчатки ну вот такие дела все друзья всем всем большое спасибо за просмотр стоит хвостиком виляет так такая у нее все хорошо да ну почти сравнялись да ну относительно относительно сравнялись но как бы это еще ходить с упоросной почти два месяца так что еще килограмм на 10 может на 15 подрастет и будут одинаковые а вот как бы разница в месяц до по супер снасти это совсем скоро поросится и ее поросята будут сосать и к моменту как этой поросится то есть это будет прям меньше да ну так что хорошую вы кормили принцессу хорошую до пупырочка хоро ты хочешь на бог глянь скажи вот я видно что принцесса давай почешу бачок давай тебе почешу давай почешу бачок не вставай не вставай давай ложись давай ложись ой ты моя умница среди всех ложись давай ложись давай ложись ну чего ты ложись давай 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 жирная стала хорошая годованная свинота давай ну чего не нащупаем ничего не нащупаем не нащупаем ничего стой тебя стоп тушь посыпалась ложись а ну ты ляжешь мы у кого-нибудь увидим когда-нибудь поросят в этом в видео или нет давай нет не будешь ложиться нет капец какой-то из-за того что вы не хотите ложиться я такой нудистик и по наснимал из-за вас вам что ли тяжело что ли лечь тяжело давай нуляж нуляж капец какой-то ну шо вы так себя ведете нехорошо давай ложись ложись давай давай не будет дело не хотят ложиться ничего не получилось я не знаю и ура я сегодня убрал пеленку немножечко один один перепеленок застряет такой кривой кривой перепеленочек селадончик вот с кривые с кривой лапой но я не знаю как бы с него с этого селадона никакого толка не будет в дальнейшем ну вот застряет только он остальные все ну вот тоже видите небольшой селадончик но никто больше не застряет то есть вот если вот так сейчас всех погонять то никто в сетке не застрял а вот этот но что мне с ним делать они уже прям на пеленке прям как-то ужасно 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 за замазаны вот прям но мне не нравится я не могу прям на это смотреть так что убрал пеленку убрал они сейчас за 2 за двое суток станут прям красивенькие так что как-то так вот вы сравняете вот с этими но тут же такая милота до беляши вот такие прям все красивенькие прям беляши красивенькие водички им нужно поставить какие хорошенькие на сетке прям красота вот такие дела все ребята всем большое спасибо за просмотр не получилось а не получилось прощупать поросят они не послушны ну как бы свиноматки супоросны супоросность проходит относительно хорошо можно сказать не относительно прям хорошо но не будем не будем их лазить так что как-то так все друзья все большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока